Юрий Галич Любовница Петра Великого В длинном списке королевских, царских и иных воспоставленных фавориток, оставивших след не только в сердцах своих коронованных покровителей, но и в истории, нельзя пройти мимо женщины, связавшей свое имя с Петром. Сведения о ней сравнительно незначительны. Тем больше интерес приобретает маленькая романтическая страничка, имевшая место два с лишним века тому назад в той же Москве, на берегах той же Москвы реки и под стенами того же Кремля, под которыми новая российская власть торжествует ныне двенадцатилетний юбилей своего существования. Москва сильной тревогой ожидала царя из его продолжительного заграничного путешествия. Розыск и казни стрельцов были слишком поспешны, милосердны, необстоятельны. Уже из Амстердама царь шлет горькие укоризны князю Кесарю Рамадановскому за послабление мятежникам. И с твердым намерением угасить огонь мятежа спешит в столицу. Через несколько дней по Москве пролетела весть. Государь приехал. В самом деле царь вместе с Лефортом прибыл в столицу. Проводив иностранных послов, навестив несколько боярских семейств, Петр спешит насладиться радостями любви. Но не в объятиях постылой царицы Авдотьи Федоровны, а в семействе одного из жителей немецкой слободы. Царица Авдотья в ту пору уже была матерью двух сыновей, прижитых от своего лапушки Петруши. Она горячо любила своего мужа. Едва ли в сочувствии старине и противникам державного супруга следует искать причину ее ссылки из заточения в Покровский девичий монастырь. Царица Авдотья прежде всего не соответствовала как женщина идеалу Петра. Тихая, скромная, набожная, образец русских женщин семнадцатого века, выросшая в условиях теремной жизни, она только нянчится с детьми, читает церковные книги, беседует с дворовыми девушками, вышивает и шьет, сетует и печалится на ветренность мужа. В порывистой же натуре Петра нужна была иная женщина. Ему нужна подруга, которая не умела бы плакаться, а звонким смехом, нежной лаской, шутливым словом смогла бы отогнать от него черную думу, смягчить досаду и гнев, которая не только бы не чуждала с его буйных пирушек, но сама бы любила плясать до упаду, осушать бокалы с вином, щеголяя иноземным нарядом и любезной ему немецкой и голландской речью. Такой именно была статная, ловкая, высокогрудая, с огненными глазами, веселая красавица Анна Монс, одна из дочерей золотых дел мастера и виноторговца ее Ганна Монса, уроженца города Миндена. С домом старого Монса хорошо был знаком Лефорт. Гуляка, весельчак, поклонник женщин, он часто бывал у виноторговца и ухаживал за его красивыми дочерьми. Старшая из них Матрена вышла вскоре за Федора Балка, а Анна стала любовницей, ловко уже нефца. Лефорт всегда стремился потешать своего державного друга, доставлять ему всякого рода развлечения, и однажды, как на веселую и приятную и утеху, указал на красавицу Монс. Анна Ивановна стала фавориткой обоих друзей. Иностранцы, особенно немцы, отзываются о ней с большой похвалой. Кроме красоты и прочих отменных качеств, по уверениям немцев, Анна была до такой степени целомудрена, что на любовные предложения Петра отвечала решительным отказом. Однако эти восторженные отзывы иноземцев разлетаются в прах при первом знакомстве с подлинными документами и с рассказами современников. «Какой он, государь!» — говорили в Москве. «Басурман! В среду и в пятницу ест лягушек и мясо, царицу сослал, с иноземку Иванную Монсовой спит». Смерть Лефорта, лишив Петра любимейшего друга, в то же время избавила царя от соперника и вывела из неловкого положения верную ему Анну, как подписывала она обычно свои письма. В 1699 году Петр отправился в последний поход под Азов. Из уцелевшей в свое время корреспонденции можно найти знаки нежных забот Анны Монск своему любовнику. Она хлопочет по его просьбе достать несколько склянец какой-то цедриоли, весьма печалится, что не удается ее достать, жалеет, что у нее у Бога и крыльев нет, «А если бы крылья были, я бы тебя милостивому моему государю сама принесла, цедриоли». В ожидании, пока вырастут крылья, вернейшие до своей смерти, Анна Ивановна посылает четыре цитрона, чтобы государь кушал на здоровье. Наконец посылает и цедриоли двенадцать склянец, причем просит не гневаться, больше достать не могла. При таких нежных заботах Анна Ивановна, казалось, должна была решительно приковать к себе пылкую натуру Петра. Петр с полной охотой выполнял все ее просьбы. Несмотря на свою скупость по отношению к женщинам, царь осыпал красавицу дорогими подарками, имениями, угодиями и пенсионом в семьсот восемь рублей, немалая по тому времени сумма. Внимание к ней государь распространил до того, что насчет казны выстроил ей в немецкой слободе дворец. Военные тревоги, страшная борьба с северным героем, шведским королем Карлом XII, одновременно занимали мысли Петра. В одно из отсутствий царственного любовника Анна Монс отдала свое сердце саксонскому посланнику Кейнигсеку. Связь была искусно скрыта, и недостойная подруга Петра не стыдилась по-прежнему выпрашивать и получать от него подарки. А подарки были немалоценны. Так в 1703 году Анна Ивановна получила в свое владение имение Дудина в Козельском уезде и 295 дворов со всеми угодиями. Петр узнал об измене, верной, до смерти, Аннушке совершенно случайно. В этих случаях царь не щеголял великодушием. Анна Ивановна, вместе с способствовавшей интриге с сестрой Матрёной, были заперты в собственном доме и отданы под строгий надзор князя Кесаря с запрещением посещать даже Кирку. А пала над Анной Ивановной ее семейством продолжалась три года. Указом от 3 апреля 1706 года из Санкт-Петербурга государь дал позволение Монше и ее сестре Балкше в Кирку ездить. Муж Матрёны Ивановны, полковник Балк, отправлен был в Дербт комендантом. С 1705 года сердце Петра принадлежало уже новой, безвестной иноземке Мартии Скавронской, будущей Екатерине I. Зато и сердце ее предшественницы в это время было также несвободным. Изменив живому герою, Анна Ивановна тем легче забыла случайно утонувшего Кенигсека. За ней ухаживает прусский посланник фон Кайзерлинг. Его ходатайству Анна Ивановна обязана была получением высочайшего разрешения посещать Кирку. Затем, по усиленным просьбам того же влюбленного представителя короля прусского, Анна Монс была совершенно освобождена. Хлопоты Кайзерлинга были весьма нелегкими. Они сопровождались существенными неприятностями. С одной стороны, могущественный меньшиков, создавая в то же время фавор Марты, не мог без опасения видеть, что Кайзерлинг хлопочет об освобождении бывшей царской любовницы. С другой, в самом Петре не могло не шевельнуться чувство ревности к своему заместителю. Интересен исторический документ, рапорт посланника прусскому королю, в котором подробно излагается случившаяся трагедия на Перу. Князь меньшиков начал грубить мне непристойными словами, сказав, что девица Монс есть действительно подлая публичная женщина, с которой он сам развратничал столько же, сколько и я. Князь меньшиков не переставал обращаться со мной с насмешку и презрением, и даже подвигался все ближе и ближе. Зная его известное всему миру коварство и безрассудство, я стал опасаться его намерения по московскому обычаю ударом под ножку повергнуть меня на землю. В искусстве этому он упражнялся, когда разносил по улицам лепешки на постном масле. Князь меньшиков собственноручно вытолкал меня из комнаты, ударил кулаком в грудь. Я успел дать ему затрещину и выругал особливым словом. Тут мы схватились было за шпаги, но у меня ее отняли. Меня вытолкнули к дверям, и я попал в руки мучителям, лейб-гвардейцам князя меньшикова. Они низвергли меня с трех больших каменных ступеней и проводили толчками через весь двор. В 1711 году Кайзерлинг сочетался браком с Анной Ивановной и вскоре умер. Анна Ивановна скончалась в 1714 году в немецкой слободе на руках больной старухи матери и пастора. Такова краткая история этой женщины, которая была одной из виновниц заточения царицы Авдотьи Федоровны в монастырь, которая в продолжение десяти лет царила в сердце преобразователя России и, по его собственному признанию, едва не сделала с императрицей, благодаря которой наследник престола, царевич Алексей, преждевременно лишается материнского надзора и затаивает в душе ненависть к отцу, которая, наконец, заставляет царя приблизить к своей особи брата Вильяма, человека, разбивающего его семейное счастье, отравляющего последние дни его жизни и являющегося, весьма вероятно, одной из причин преждевременной смерти Петра.